привет мои хорошие привет мои родные только пришла вот больницы и уже решила вот переоделась и сразу думаю сяду уже вам расскажу что да как и почему и все и на этом тему эту закроем значит я получать на следующий день вам уже не снимала видео да потому что мне нужно я вам говорила что мне нужно будет идти к врачу для того чтобы снять швы на и получается что я пошла его говорю доктор пожалуйста не только не снимайте мне эти дурацкие швы потому что у меня после порта да вы помните да как у меня этот но раньше времени сняли а может быть потому что там уже находилась инфекция в общем не важно что там было но главное том что я была очень напугана всем вот этими я очень сильно переживала чтобы он говорит вот смотри вот шовчик там вот как цветочек ничего он сухенький в общем он снял мне швы значит через один через один снял сказала придешь ко мне в четверг то есть получается через два дня не снимем остальные вот сегодня у меня было сито до 6 часов вечера вот и он мне снял остальные там еще единственное что в двух местах там абсолютно все ну он еще наклеил такие швы как тоненький тоненький такой как лейкопластырь и знаете и внутри там как проволочка такая как стяжечка вот наклеил вот такие вот две штучки говорит если до завтра постоит то будет все хорошо так что я это я уже без швов если что я вам посмотрю может фотографии вставлю как она как она была как она стала вот получила уже вот такие выписки да это то есть я у меня час камера озеркалит я потом переверну и сниму по-другому если и у меня есть девочки те которые даже вот в испании которые понимают испанский язык может кому-то будет интересно вот и они посмотрят кому будет тоже интересно возьмут значите этот переводчики переведут вот и получила уже вот такую вот очередную бумагу что работа уже с гинекологом закончена что у меня передает обратно в руки к онкологу то есть я с вот этой уже бумажкой должна взять ситу на какие-то ближайшие дни и уже дальнейшее моё опять лечение уже будет естественно с онкологом то есть миссия гинеколога моего уже выполнена единственное что что я еще продолжаю дома делать да у меня вот такой вот препарат я сама себе колю дома в живот от тромбоза такие вот шприцы и сама себе колю дома в живот еще мне нужно будет их колоть где-то он сказал пять шесть дней бандаж ношу не снимая даже в бандаже сплю единственное что только немножко когда я хожу я его чуть плотнее затягиваю и когда отдыхаю я его чуточку ну вот раз чтоб вроде бы как-то и поддерживал до органы но и все равно не так плотно как при ходьбе вот ходить мне ребята мне уходите гораздо легче чем встать и сесть встать и сесть это конечно вот полное такое вот наказание тяжеловато вот ходить мне легко единственное что вам хочу сказать дело в том что получается до операции да я вам говорила что у меня это была сильная нейропатия но почему было она и есть да вот это вот не менее пальцев но как вам объяснить получается у меня не мели пальцы и вот этот вот подъем вот как плоскостопие типа да у меня конечно после стопиями страдаю но есть у меня допустим друзья которые имеют это и вот по их словам что да вот и тянет это все и у меня было вот то же самое сейчас у меня этого нет сейчас мне ходить и гораздо легче чем это было до операции то есть сейчас нормальная стопа нормально становится если я допустим до операции я могу старалась немножечко заваливает как на бочок чтобы полностью стопа не становилась из-за того что очень быстро получается вот этот вот переход как где ну да где как ортопедическая стелька да вот этот переход не знаю как просто правильно сказать я думаю вы меня понимаете очень очень сильно но сначала тянуло как будто там знаете сухожилия было не хватало потом начинала естественно болеть когда уже натопчусь сейчас сейчас слава тебе господи этого нет ходите естественно я не летаю да я хожу там стараюсь больше двигаться но хожу я все равно очень мелкими мелкими шажочками потому что моя левая нога она живет просто сама по себе да из-за того что вот этот в паху да немножко побаливает и и нога не отбалансирована но все равно потихоньку потихоньку хромая но я все равно хожу все равно пытаюсь и и разрабатывать единственное что некомфортно получается у меня получается одну ногу допустим одеть носок одеть штанину вторую ногу не получается мне как не так не так в общем целая целая проблема но пока не с мне моя семья в этом помогает так что вот думаю что это не страшно единственное что ранее когда читала ваши комментарии да и там девочки мне писали у кого там прошло это все там через два месяца у кого через месяц у кого через полгода у кого через два у кого через три у кого там по 10 лет до сих пор не прошло это конечно немножечко так настораживает но все я решила что как говорится не примерять ничьи эти результаты на себя вот что у меня то покажет как она будет но я постараюсь как говорится по максимуму это помогать вы не смотрите немножко подкашляю из-за того что я получается когда у бандажи и когда я сижу у меня немножечко такое в них как хочется как кашляну да вот когда я лягу сейчас это сейчас этого ничего не будет вот так что и вот так вот и я вот думаю все вроде бы рассказала что у меня на сегодняшний день все сухенько все чистенько все это единственное что еще потратила кучу кучу денег когда меня выписывали с клиники данный лишь выписал врач кучу препаратов от давления вот от отеков но я дело в том что а так его и не пила потому что получается на следующий день я померяла давление один день этот вру вру один день я померяла давление у меня было 131 на 78 вот и после этого я больше не пила меня это устраивает если как говорится знаете спасибо господу что взял деньгами да как говорят некоторые том что пусть будет так что мне хорошо что мне не пригодились эти таблетки потому что после этого я больше не страдала потом у меня так 124 там на 74 там 124 на 78 там ну то есть даже 130 больше никогда не было то есть давление моего нормализовалась и слава тебе господи меня это устраивает дай бог чтобы так и было и все было замечательно вот все все в общем принципе я очень рада 2 2 2 мой этап как говорится уже позади я я довольна спасибо вам огромное спасибо что вы верите в меня что вы верите что вы что вы молитесь за меня что ну в общем ваши теплые слова ваша поддержка это тоже вот это тоже вся ваша помощь мне как-то я просто не говорила об этом ранее да я говорю что расскажу все это я вам расскажу как-то о своем сне да вот что у меня вот что мне было приснилось именно до операции как это как это все происходило в общем это такое вот целая такая жуткая сказка в общем я проснулась такая в холодном поту но я не готова была никак не могла собрать мысли в кучу потому что я пару дней ходила такая знаете сама в себе в общем взвешивала все это переваривала вот ну а теперь как говорится если уже это все позади я просто боялась говорите лишнего знаете потому что даже когда человек там порадуются можно даже как говорится позитивом да сам себя сглазить или как это ну в общем и я об этом не говорила теперь я уже смело могу об этом как-то рассказать так что я рада я рада что все слава богу прошло хорошо теперь завтра уже утречком позвоню когда там будет запись к своему онкологу но я все-таки думаю что они мне наверное каких-то наверно пару недель может дадут все-таки восстановиться от отойти от этого всего потому что если только нет я конечно немножко буду в шоке потому что все время перебывать в болях в этих в дискомфорте тоже психологически вот конечно тяжело но это я сейчас уже знаете у меня уже получается спать на боку конечно сложно мне перевернуться с бока на бок это конечно проблематично но если я ложусь так бревнышком не шевелять во всяком случае для того чтобы давать отдохнуть немного своей спине вот уже все-таки лучше так что дома дома немножко со сном гораздо мне стало лучше при том что у меня даже выписаны таблетки для сна но вот выпила я эти таблетки для сна всего лишь один раз потом получается это же получается так я переспала одну ночь с таблеткой на на следующий день получается это был праздник крещения мы поехали в церковь то есть там я ходила в общем таблетки дым я пришла домой я конечно подустала мы сели семьей поужинали все это красивенько вот и я легла и естественно у того что я находилась целый день на свежем воздухе плюс на движение я вырубилась и моя ночь прошла в глубоком хорошем скрепка на сне вот и получается что я поняла что я не буду пить препараты на буду все-таки приучать себя спать без лекарства но естественно что если уже понадобится то буду конечно пить куда деться потому что если же все таки после операции если же все таки мне назначат химию если думаю что не если же ну или иммунотерапия химиотерапия не знаю что там в общем что там врач мой решит то вот тогда я конечно принимаю и лекарства и мелатонин тогда у меня идет все в ход потому что если только химия то до свидания мой сон и я вообще не сплю вот так что вот так вот и а сейчас если есть возможность как говорится пробовать сама значит сама все ребятушки вроде бы я вам все рассказала если будут какие-то вопросы обязательно пишите пишите в комментариях я вас очень очень сильно прошу не не обижайтесь за то что там я не всем отвечаю за сердечки за все я стараюсь все 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 читать если я даже не читаю то то есть я прошу там чтобы мне мои читали я слушаю мне приятно мне приятно слышать ваши добрые слова но обязательно обязательно я каждый комментарий или прочла или мне допустим даже макс читает я радуюсь какие у меня классные какие у меня хорошие вот я предлагаю сейчас вам покажу что как она у меня выглядит на сегодня конечно не знаю переживаю что может youtube не пропустит но вскользь вот так вот мы все же так не то вот так вот выглядит мой шов на сегодняшний на сегодняшний день так что вот с таким вот разрезом да на сколько ты сказал 75 на 75 скобок вот я живу двигаюсь и радуюсь так что вот так вот еще посмотри вот так вот она выглядит целую обнимаю прекрасного настроения и всем пока пока